Юр, приветствую тебя. Давай для начала про конфликт все-таки разберемся, потому что, смотри, Али Хейбати сказал то, что до того, как они тебя не жданули, да, как ты сам рассказывал, у вас был некий конфликт, что якобы ты их оскорбил. Вот можешь поподробнее рассказать, про что они вообще имеют в виду? А это на самом деле вот на Спорт 24 и на нашем деле мы это уже обсуждали, что я говорил, ребята, вам кажется, что я вас оскорбил, потому что вы постоянно газуете и на вас все наезжают. И вы уже думаете, что любое сообщение вас оскорбляет. То есть я просто поинтересовался, что там за травма у человека. Он это воспринял, как будто я издеваюсь над его горем. Ну, типа, ты что, прикалываешься? Ну и, соответственно, и после этого они там, типа, начали писать, что мы тебя жопу порвем, жопу порвем. Я говорю, блин, ну что, типа, что такое пишите херню, типа. Я говорю, ну порвите. Ну вот. И я говорю, давай лучше лично пообщаемся. И мы такие лично пообщаемся. И вот, собственно, после этого он, типа, не пообщался, а рубанул. Ну вот сегодня на пресс-конференции ты, несмотря на это, достаточно спокойно себя вел. Ощущение, как будто бы бой больше Белаза будет. Сколько уже времени прошло. То есть я не такой, знаешь, долго. Я могу сказать, что сильные ли люди, они, понимаешь, максимально справедливые, быстро отхочевые и не держат себе обиду и злобу. Вот. Потому что Юра Любой, извините меня, он столько в этой игре, вы не представляете, сколько я его знаю. Сильные люди, они, во-первых, никогда не кричат. Знаете, как отец разговаривает с ребенком? Нормальный сильный мужик и отец, он же не орет на него. Он вот так пришел, чуть ли не шепотом тебе говорит. Порожит дал. Нет, чуть ли не шепотом говорит, Артем, ты плохо себя вел. И сын уже все. То же самое Юра, он как отец с ребенком. У нас он пришел, спокойно говорит, а этот кричит. Али, ты плохо себя ведешь. Хорошая вставка от Артема Тарасова. Ну все, собственно, поговорили. Вот про Али, если говорить как спортсмена, да, там вот Влад Белаз говорит, ну он инженер-любитель, но ты при этом сказал то, что достаточно серьезный соперник. Можешь объяснить, чем, какие его сильные стороны есть? Я же говорю, что он какой-то, как типа... Непонятный? ...танк пруще, что ли, потому что, ну, типа, пять боев выиграть, и он шел пять-ноль, и причем выигрывал там неплохих ребят, и поэтому я думаю, значит, непростой он парень. Поэтому, может, я просто где-то... Я не так хорошо разбираюсь там в боксе и вообще в боях, хоть и этим занимаюсь, но я просто долгое время кайфовал от этого, поэтому, но не анализировал, просто приходил, дырался. Поэтому я думаю, может, я чего-то не понимаю там в нем, и поэтому там я думаю, что... Ну вот девятого числа посмотрим, потому что мне кажется, ну, я должен выиграть, но я не понимаю, почему мне так кажется. То есть я не могу как-то, ну, то есть объяснить, да, типа, я выиграю потому-то, потому-то, у меня нет такого, и поэтому это просто какая-то чуйка. Но посмотрим, чуйка подводит меня, не подводит. Это, получается, твой второй уже, да, поединок на Урал-ФСи? Был предыдущий по правилам бокса, сейчас второй бой. А какие вот вообще впечатления от Лиги, как отношения? Да, Лига, ну, новая, поэтому я уже говорил, что пока только все хорошо, то есть очень, очень, ну, все на уровне, то есть и встречи, и даже когда нас в другом городе размещали, все понравилось, то есть не к чему докопаться. Ну, да, типа, отношения, и поэтому не хочу сглазить, не хочу сглазить, вот дай бог, чтобы так и было, и чтобы я там дырался, тут дырался, как бы, вот. Просто как обычно бывает, ну, когда любой бизнес начинается, ну, он вообще, ну, очень хорошо проявляется, а потом, ну, вот я надеюсь, Урал-ФСи на том же уровне останется, а то и вырастет даже лучше. Ты свой последний бой против Ивана Емельяненко пересматривал? Да, пересматривал. Что можешь сказать потом уже по решению? Потому что сначала, после боя, да, ты сказал, что, ну, вроде как, кажется, выиграл в одну калитку, да, там, вот, когда пересмотрел, такого же мнения осталось? Не совсем, то есть все равно я считаю, что я выиграл, я два раунда забрал, и вот третий или какой-то, какой-то раунд был, ну, ничейный какой-то такой, но это все равно, это все равно моя победа. Ну, то есть я, ну, если и менеджер, и Емельяненко говорит, что моя победа, поэтому, ну, точнее, он думал, что я выиграю. Поэтому, ну, что здесь? Да нет, да там, ну, и так понятно все. Просто в бою мне на самом деле казалось, что, блин, что я все забираю, все. Ну, смотрю, ну, я там по дыхалочке, я просто выложился очень сильно, и я там и по дыхалочке в третьем просел, но там все равно, ну, все равно я готов топить до конца, что я победил. Ну, а толку? Ну, толку, вот сейчас реванш будет, и... Будет? Да, с Емельяненко будет реванш. Тоже на бойцовском клубе? Да, там. Ну, то есть не испортились отношения с промоушеном после этого? Ну, слушай, со мной вообще сложно... Ну, как ты заметил, со мной сложно испортить отношения. Я всегда стараюсь найти этот... Доброе место. Ну, что типа того, там как-то оправдать. Ну, то есть я могу докопаться до каждой лиги, к примеру, да? Ну, типа, зачем, если я могу найти в них лучшие стороны, типа, что там для меня кто делает? Поэтому я стараюсь акцентировать внимание на позитивном. Вот. И здесь, в принципе, все для меня... Вообще ММА перчаточки, 4 унция, и тогда мы дрались в таких чуть-чуть подушечках, чайпаски хотим. Вот, поэтому реванш будет еще зрелищней. Угу.